Казалось бы, сыну Батрачки, не знавшему с рождения своего отца, в условиях крепостничества никогда не стать известным художником. Однако Богдану Бельскому повезло. Он поступил в образцовую народную школу, заведение для обездоленных детей, где его преподавателем стал профессор Сергей Александрович Рачинский. Тот помог развиться юному таланту. Он отдал способного мальчика в монастырскую рисовальную школу при Троице Сергеевой лавре, где юный Николай научился работать с красками. Первоначально это были иконы, затем портреты монахов снотую. Однако наибольшую известность в дальнейшем художнику принесли жанровые полотна. В картинах Богдана Бельского нет свойственного раннему передвижничеству назидания, обличения пороков или сарказма. Все они без исключения полны искренней любви к собственным персонажам. И это не удивительно, ведь живописец изображал свое детство, товарищей по играм, школьных друзей, прекрасно крестьянских девушек, учителей и не мог оставаться к ним равнодушным. В полотне на работу за кажущейся легкостью сюжета скрывается восхищение художника русской женщиной, ее несокрушимой силой. Совсем еще молодые босые девушки держатся в себе не хуже мужчин. Тянущие из себя в задел лошадей плуги – свидетельство их предстоящей нелегкой работы в поле. Отдельного внимания заслуживает фон. Светлую березовую рощу художник изобразил без единого вкрапления яркого цвета. Все внимание зрителя приковано красным юбкам девушек. В способе передачи световых бликов прослеживается влияние импрессионизма.